Размерами тела можно пренебречь и считать тело материальной точкой в том случае, когда оно движется поступательно, то есть когда все точки тела движутся одинаково. Для каждого тела существует точка, она называется центром масс, которая лежит на пересечении линий различных сил, вызывающих поступательное движение тела. Итак, центр масс может находиться как внутри тела, так и вне его. Если тело симметрично, то найти положение центра масс довольно просто. В этом случае центр масс совпадает с центром симметрии тела, или лежит на оси симметрии, или лежит в плоскости симметрии. Если же тело имеет произвольную форму, то в этом случае положение центра масс можно определить опытным путем. Обратимся к эксперименту. Вы видите на столе плоское тело неправильной формы. В нем проделаны отверстия, и к этим отверстиям прикреплены нити. Попробуем воздействовать на одну из нитей. Обратите внимание на то, как будет двигаться при этом тело. Я воздействую на нить, тело вначале поворачивается, а затем движется поступательно, причем направление нити совпадает с линией, прочерченной, как продолжение этой нити. Попробуем воздействовать на другую нить. И вновь поворот тела, а затем поступательное движение, при котором направление нити вновь совпадает с направлением, прочерченной линией, являющейся продолжением нити. Наконец, воздействуем на третью нить. И вновь тот же результат. Центр масс лежит на пересечении вот этих трех линий. На все тела на Земле действует сила тяжести. Точка, через которую проходит равнодействующая всех сил тяжести, действующих на отдельные части тела, при любом его положении, называется центром тяжести тела. Оказывается, что центр тяжести тела совпадает с его центром масс. Убедимся в этом на опте. Вы видите то же самое тело, которое лежало на столе, и для которого мы находили центр масс тела. Сейчас это тело подвешено, и здесь же прикреплен отвес. Вы видите, что когда тело находится в покое, то при этом линия отвеса проходит через центр масс тела. Но линия отвеса сейчас совпадает с линией, равнодействующей всех сил тяжести, действующих на тело. Сейчас равнодействующая всех сил тяжести направлена вдоль этой линии, поскольку если мы отклоним тело от положения равновесия, то при этом равнодействующая будет приложена в точке, не лежащей на этой линии, возникает вращающий момент, и если отпустить тело, оно вновь приходит в это положение. Попробуем изменить положение тела, подвесив его за другую точку. И вновь прикрепим отвес. Мы видим, что и в этом случае линия отвеса совпадает с той линией, которую мы наблюдали, когда определяли центр масс тела. То есть в этом случае те же самые линии дают в месте своего пересечения положение центра тяжести тела. Центр тяжести тела совпадает с центром масс. Уберем отвес. И поговорим о равновесии тела, имеющего точку подвеса. Вот сейчас тело находится в состоянии так называемого устойчивого равновесия. Состояние устойчивого равновесия называется состояние, в которое возвращается тело, если его вывести из этого положения и затем предоставить его самому себе под действием сил тяжести, тело возвращается в состояние равновесия. Это состояние устойчивого равновесия. При этом центр тяжести тела и точка подвеса лежат на одной вертикали, но центр тяжести находится ниже точки подвеса. Центр тяжести при этом занимает самое низкое из всех возможных положений. Это не единственное положение тела, при котором наблюдается равновесие. Мы можем наблюдать равновесие тела и в таком случае, когда центр тяжести тела окажется выше точки опоры, но будет лежать на одной вертикали с точкой опоры. Вот вы видите равновесие тела. Но это не устойчивое равновесие, потому что стоит только чуть-чуть толкнуть тело, и оно после ряда колебаний переходит в состояние положения устойчивого равновесия. При неустойчивом равновесии тела центр тяжести занимает самое высокое из всех возможных положений. Наконец, если мы закрепим тело в центре тяжести, дадим ему возможность поворачиваться относительно центра тяжести, то в этом случае мы будем наблюдать так называемое безразличное равновесие. Как бы мы не повернули тело, оно будет оставаться в положении равновесия. Такое положение равновесия называется безразличным равновесием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!